Всем привет! Сегодня мы решили устроить веселый челлендж, где Лиса будет пробовать пюре. Да, Лиса говорит о том, что она любит яблоко и персик с сыром, с творогом. И ни для кого не секрет, что творог лучше усваивается, когда вместе с фруктами ребенку даешь. Поэтому вот эту баночку мы и так знаем, что она обожает. Но мы прикупили еще новые вкусы, и сейчас будем пробовать. Итак, наш испытуемый помещается в стульчик для кормления. Да? И сползать с него. Надеваем слюнявчик, и сейчас будем пробовать. Ты готова? Итак, яблоко и персик с сыром, груша и чернослив. С чего начнем? Сейчас мы будем давать грушу. Так, груша. Что скажешь? Вкусно? Еще? Груша Алисе сразу же понравилась. А теперь Алиса будет тестировать пюре из чернослива. Ну как? Ой, ой, стет. Алиса кривится, потому что чернослив кисленький, а все детские пюрешки, они же идут без сахара. Все, наверное, знают, что чернослив обладает полезными свойствами. Он помогает сходить в туалет человеку. Если нужно, вот, если такие проблемы возникают, в первую очередь попробуйте чернослива, потом уже обращайтесь к лекарствам. Алиса готова съесть целую банку. Ну а на закуску дадим яблоко и персик с творогом. Ням-ням. Еще ложите. Ложите еще. Да, видите, Алиса любит хамы, фирму. И мы так и дальше будем ее покупать, потому что мы очень довольны. Мы и сами, когда пробуем это пюре, я вот за ней бывает доедаю, оно объедение. Еще, папа, дай. Мясо мы даем Алисе тоже, этой же фирмы. Вот у меня в руках мы покупаем курицу и говядину. Мы еще ни разу сами не делали ей мясо, не покупали, не варили, не крутили. Как-то боялись до годика и предпочитали вот такие баночки. Мы нарезаем кусочками овощи в детский блендер. Потом они пропариваются, размельчаем их в кашку и добавляем вот такое мясо из баночки. Алиса ест на ура. Что можно сказать о прикорме? Мы всегда давали так, как пишут на баночках. Если написано с 6 месяцев, с 6 месяцев вы давали. Единственное, что мы начинали всегда, например, просто с яблочка. Мы не давали яблоко и грушу сразу. Мы все пробовали по очереди. Что же касается соков. Соки мы до сих пор даем чисто яблочком. Кстати, если кто-то сейчас в поисках прикорма для ребенка своего, то я спешу вам сообщить, что скоро на портале независимого тестирования на пробу.ком будет проходить тестирование детских пюре хамы. И 200 участников получат бесплатно продукцию. Так что вы можете зарегистрироваться и тоже поучаствовать. Вообще, по поводу прикорма, вводить его нужно, если кормите грудью, то с 6 месяцев. Если ребенок искусственник, можно с 5,5 начинать. Нам рекомендовала педиатр сначала с зеленых овощей гипоаллергенных начинать. Это кабачок, брокколи. Мы так и пробовали. Потом мы вводили кашку. Это была там рисовая, кукурузная, гречневая. На выбор. Потом уже со временем мы эти каши вообще разнообразили. Уже после 7 месяцев вводили много злаков. После того, как ввели каши, начинали вводить кисломолочные продукты. Вообще, все, что даете новое пробовать ребеночку, надо начинать с пол чайной ложки. Потом смотрите на реакцию. Если реакции никакой нет, щечки не краснеют, ничего не высыпает, то за несколько дней нужно доводить до 150 грамм и заменять грудное кормление. Получается, увеличиваем порцию до того, чтобы можно было полностью заменить одно кормление грудью. Сейчас в итальянский годик я ее все еще кормлю грудью, но уже очень редко, в основном ночью или когда мы куда-то едем в машине, она бывает просит. А так она уже сама потихонечку отказывается от питания. Баночки с детским питанием, они очень часто нас выручают, когда некогда, когда ты там что-то не можешь сварить, перекрутить. Ты где-то в дороге, то есть ты открыл, особенно сумку в холодильник поставили, мы не боимся, что испортится. Открыл, покормил ребенка. Ты знаешь, что там нет сахара, нет соли. Кстати говоря, это тоже очень важно детям до годика ни в коем случае, ни сахара, ни соли, желательно и после годика еще первое время тоже. В общем, пишите, пожалуйста, в комментариях, когда вы начали вводить прикорм, так же ли у вас было.